Всем привет! Мы собираемся на грандиозную экскурсию! Нам уже надо выходить из дома. Мы почти оделись, почти готовы. Осталось одеть тёплые куртки. Ну как тёплые, которые мы с собой взяли, в принципе. Да? Иди ко мне, мой дружочек. Дружочек-пирожочек мой. Мой дружочек-пирожочек. Да? Мой сладенький мальчишка какой. Кто там? Кто там? Ты там? Стоим с нашей, ждём автобус. Садились как капусты. Нашка уже раздевается, потихоньку стоит. Первый слой пошёл. Кирюха с нами. В общем, мы стоим, ждём автобус. Сейчас за нами приедет и повезёт нас на экскурсию. Ранее утром. Мы первый раз зашли. На море в такую рань встали. Мы сейчас поедем как раз в горы. Роза Хутор. Скайппарк. Олимпийский парк. Поющие фонтаны. То есть до самого вечера будем ходить гулять. У нас один обед включён в стоимость. И всё. То есть мы уже, когда приедем в Олимпийский парк, мы потом сходим с Дашей куда-нибудь поужинаем. В общем, сегодня будет насыщенный день. Не знаю, как его Кирюшка у нас перенесёт этот день. Эти все поезды-переезды наши. Поездки-переезды. В общем, я думаю, что всё будет хорошо. А-а-а. Песни нам поёт, тому же. Мы приехали в Скайпарк. Барин наш уснул. Вот. Сейчас пойдём по самому длинному подвесному мосту. Ой, как в горку-то сложно идти. Как же? Тут прям наклон такой, знаете, градусов... Девяносто. Кажется, в 60 точно. А-а-а. Капец, как тяжко в гору идти. Выход к мосту. Ох-ох-ох. Мать моя женщина. Как же жутко-то. Как это высоко. Жутковато. У-у-у, мамочка. Аж голова кружится. У меня тоже. Слушайте, очень высоко и очень страшно. Вообще страшно. Даша, а как мы по подвесному пойдём мосту, если нам на обычном страшно? Вообще, зрелище очень красивое. Смотрите, какие горы. Но очень жутко. Мне кажется, Олег бы здесь не пошёл. Он бы испугался. А вот это, смотрите, я вам сейчас покажу. Это форелевое хозяйство. Одно из самых... Одно единственное в России, которое выпускает каких-то мальков форели. Вот это всё, видите, запружено у них тут. Прикольно. Блин, ну высота жутковатая. Очень жутко. Так. Ну а мы идём дальше. Парень, который с нами ехал, сейчас будет прыгать. Я бы так не смогла. Там какая-то девочка будет прыгать, но я на это смотреть не хочу. Так, я иду на подвесной мост. Ей-ей-ей-ей-ей. Так, страшненько. Красиво. Река. Горы. Слушайте, как распогодилось-то. Что-то вообще так жарко стало. Даша у меня уже ушла там вперёд с Хирюшкой. Это встречный поток. Мост пусковат. И он шатается. И это страшненько. Вид, конечно, обалденный. Блин, как же он шатается. Жуть. Страшно мне. Я боюсь. Блин, тут, знаете, самое страшное, это вниз, когда смотришь, там сетка, и она идёт на просвет. То есть ты идёшь по этой сетке металлической, и там понимаешь, что там ничего нет, там пропасть. И от этого становится ещё страшнее. Здрасте. Здрасте. Блин. Мы хотим переснять. Снять? Это вообще жирин. Сказали, что ветер будет. Ну, и что-то о деле, как опустые дела туда вот пройди. Я говорю, самое главное, вниз, да, и не смотреть в эту сетку. Не знаю, я уже привыкла. Сетку посмотри вниз. Я смотрю. Я не знаю, мне жутко. У меня уже как-то организм привык. Да? Там парень, и тот спрыгнул, сейчас девка будет прыгать. Я сняла, как он прыгнул. Вообще, я тоже сняла. О, как внизу-то, господи, как это высоко. Ну, красиво. Горная река. Правда, грязная какая-то. Блин, как жарко, надо было куфту одевать, блин, а не куртку. Я уже вся упарилась. Я не могу какой-то... Вон, видите, смотрите, как страшно. Ты смотришь, а там у тебя просто под тобой ничего нет, там просто пробость. Бег, бег, бег. Белосипедисты едут. Где? Вон внизу, не видишь? Нет. О, это мои парни едут. Вон они, видите, как муравьишки, смотрите. Так-так-так, муравьишки машинку тащат за собой. Мы этих парней каждый день видим, они тренируются и ездят. Смотри, какие маленькие машины. Ой, Кириллу как нравится, как красиво. Не-е-е-е-е. Вот смелый мужчина, ничего не боится в своей жизни. Тут уже, смотрите, здесь уже натянуты сетки, потому что мы идем над... Блин, я не могу вниз смотреть, мне страшно. У меня же ноги подкашиваются. Быстрее это надо все пройти. Мама, жуть-жуть-жуть. Все скрипит, все шатается, страшно. Я уже быстрее бегу, потому что мне страшно. Тут, видите, с обоих сторон сетки, потому что здесь уже прям пропасть. О, есть бинокль, можно посмотреть. Ага, 50 рублей 3 минуты. Надо сфотографироваться, да, Даш? Под нами дорога и река. Я никогда не думала, что я так сильно боюсь высоты. Но Шихов бы тут точно не прошел. Мы почти дошли до конца моста. Выше там уже ступеньки, горки, все, чуть-чуть осталось. Но мы решили не ходить, потому что отсюда вид шикарный. Мы решили постоять и насладиться этими видами. Отпадными. Круто. Очень классно. Мне не очень нравится, что мост этот очень сильно шатается. И у меня какие-то неуютные ощущения из-за этого. Сейчас только что видели парня с девушкой, которые прыгали с высоты 69 метров. У них впечатление обалденное. Они говорят, самое страшное, это просто сделать шаг. Но зато, говорит, потом такой кайф. И говорит, если с первого раза ты не прыгнул, то, говорит, потом тоже не прыгаешь никогда. Но тут классно. Ощущения суперские. Вообще круто все. Смотрите, красота какая. Понялся ветер. Да. Мы уже идем с Дашей обратно. Петрище сильный. Но люди вообще мега крутые. Я вот с этой фигни хотела прокатиться. Но это жесть все равно страшно. Прикиньте. Видите, какая штука? Там вот так вот сажают людей на нее. Вот так привязывают. И отпускаются скоростью 120 км в час. Самую пропасть. Но я что-то это... Нет. Я что-то очканула. Не рискну я. Не в этот раз. Возможно, на такой штуке прокачусь, когда мне будет лет 80. И я буду старая бабка. Беспрашная старая бабка, которая нечего будет терять. Возможно, тогда я и прокачусь. Дарья, как у тебя впечатление? Нормально, прикольно, красиво. Не верится, что мы здесь. Вообще, как в каске. Сначала было страшно, а потом вообще как-то не страшно. Да, нормально. Как будто они с нами, да, все происходит? Да. Кирилл Евгеньевич у нас хочет бегать. Все, потопал. Зашли с Дашей в автобус, пока люди потихоньку собираются. А мы пьем водичку. Хочешь водички? Да, хочу. Ой, жарко. Очень жарко на улице. Мы прямо не ожидали, что такая жара будет. Я говорю, Даша, надо было просто с собой одеться, как вчера, как мы гуляли, а с собой куртки взять теплые. Нет, мы же куртки одели, кофты теплые. И сейчас жаримся теперь. Вообще ужас. Сейчас поедем дальше. Сейчас на пасеку, да, поедем. Будем мед, вино покупать, пробовать. Да? Мне неинтересно, мне ни то, ни другое нельзя. У Даша аллергия на мед, а вино ей нельзя, потому что еще кормят грудью. Он скоро отучит. Надо с собой взять, а потом, когда отучишь от груди, мы с тобой винца выпьем. Скайп-парк нам с Дашей понравился. Прикольный мост этот длинный, да? Но на нем сначала жутковато было, когда только первые шаги делаешь, потому что внизу дно сеткой сделано, и там насквозь видно всю эту пропасть, куда ты шагаешь. Становится страшно, да? Даже голова окружилась сначала чуть-чуть. А потом привыкли, погуляли, походили. Отважные ребята из нашей группы сегодняшней просто муж-женой прыгнули. Я бы не смогла. Так было страшно смотреть, как они вот этот первый шаг ушли. Вообще жутко было, вообще жутко было. То есть там даже элементарно, как они просто туда падают, в эту пропасть. Это... Нет, я бы так не смогла. Возможно, в следующем... В следующую поездку я прокачусь на каких-нибудь... Я хочу... Как она называется? Все забываю. Да. Я хочу такая штука, на которую тебя под... Ну как, подвешивает, ты как будто сидишь, и со скоростью 120 км в час несешься в пропасть. По канатке. Вот. На такой штуке прокатилась. Но пока что-то не рискнуло. Мы приехали в Красную Поляну, и сейчас мы идем на пасеку, на экскурсию. Слушать про краснополянских пчелок. В общем, тут уже, смотрите, горы. Горы горные. Воздух свежий, обалденный. Как тут хорошо там. Просто супер. Дышатся отлично. Иду сразу, посмотрю, чем продают. Вот. И Даша осталась... Кирюша уснул в автобусе. И Даша осталась с ним там. Сейчас посмотрим, что тут есть. Вот этот гиндик. Орешки. Куча всего всяких вкусностей. Это чай, вот это чай я хочу. Смотрите, какие гномики красивые с дверками стоят. Берегите лес от пожара. Скворечники. Смотрите, домик куриножки. Домик лобаиджи. Мне дорога лучше стала сейчас. Класс. Такая беседочка там все сидят, уже слушают экскурсию. А здесь всякие фигурки красивые. Я купила фито-чай. Он очень вкусный. У Даши бабушка такой фито-чай привозила. Прям обалденный. Я хочу посмотреть, что здесь внизу еще. Пока что вам. О, там река бурлит. Отсюда плохо видно. Вон, видите. Прям бурлит сильный поток такой. И тут вот и не горы. Нам рассказали про мед. Мы попробовали каштановый мед. Попробовали черничный. И попробовали мед акации. Мне больше всего понравился черничный. Он такой вкусненький. И каштановый он такой необычный. Продегустировали местные напитки. Медовуху не стала пробовать. Ну, как бы, мне кажется, гадость какая-то. Я попробовала вино. Красное полусладкое домашнее. Очень вкусное. Прям безумно вкусное вино. И попробовала взбитень. Это смесь трав горных, вина, корицы. Нам выдали вот такие скипасы. Это на подъем. Продъем. Короче, проходки на подъемник. Даша и мне. Кирюшка у нас. Даш мужчина идет бесплатно. Потому что маленький. Мы приехали уже на Красную Поляну, на Курорт. Сейчас идем на Бет. Наша группа вон там идет впереди. Но мы, как всегда, с Дашей это отбились от стаи. Мы не с ними. Тут очень все красиво. Везде здания всякие прикольные. Горы. Сейчас покажем вам, что тут еще есть. Здесь очень много развлекательных центров. Кафе, рестораны. Даже есть казино. Что тут еще есть? В общем, здесь есть все. Смотрите, кто танцует. Кирилл увидел. Олимпийские символы. Танцуют все. Вытанцовывают. Здесь мы будем обедать. Нас, смотрите, как много. Ну все, мы покушали, пообедали и идем сейчас на подъемник. Ребят, вообще не соскучилась по снегу. У нас снег тут. Мы в горах. Пойдемте, я вам покажу что-нибудь. Одни слубордисты вокруг. Сейчас я вам покажу вид. Это самая высшая, которую я видела. Нет. Я даже боюсь к краю подходить. Страшно. Дашка в монастырь собралась. А я замерзла. Мы с Дашей зашли в ресторан вершином. Это на самой высоте нам вершин находится. Мы решили попить с ней кофе или чайку, что-нибудь такое. Смотрите, какой ресторанчик прикольный. Самое главное, классно это вид из окна. Смотрите, как круто. Сидишь, любишь, с огорами. Просто эпигена. Смотрите, какой здесь постретизал огромный камин. Красивый. Здесь третьи улитки красивые. Яблоки. Вот матрюха. Чай здесь стоит. Чайчик чай 450 рублей. 600 мл. Ну, чай нормальный. Обычный черный взяли. Барен мультики смотрит. Мы с мамой чай пьем. Ты хорошо на фоне камина смотришься. Красотка. Сейчас пойдем как раз снимем горы. Сфотографируемся. И будем уже спускаться, потому что нас ждет автобус. Здесь отдыхают сноубордисты. Которые накатались с лыжниками на лежаках. Но вид шикарный. Я не могу остановиться. И я все снимаю, и наблюдаю, и любуюсь. Боже мой, как тут красиво. А воздух какой здесь чистый. Просто обалдеть. Мои дети фоткаются. Смотрите, красная поляна. Как тут высоко. Какая же тут красота. Вы просто не представляете. Камера всей красоты не передает. Это обалденно. Мы уже почти спустились. Вот-вот. Уже спустились. Сейчас будем выходить и бежать на автобус. Он встал здесь минут. Все, бежим на автобус. Здесь меня не прибьют сейчас доской где-нибудь. Река Мдзинта. Мы приехали в Розу Хуто. Сейчас пойдем прогуляемся здесь. У нас есть примерно минут сорок на прогулку. В общем, мы уже отстали от нашей группы. Они туда ушли дальше. Мы пока Кирюху в коляску укладывали. Он уснул у нас в автобусе. В общем, мы без них даже прогуляемся. Потому что там, ну, через мостики перейти, как бы любой дурачок сможет. И без гида. Смотрите, какая. Стоит мне Маша. Ты иди, иди, я догоню. Прям взяла ей и бросила ее. Потеряется же без меня. Где их потом искать-то будут? Вообще, в принципе, я даже не знаю, что тут смотреть. Просто гостиничные комплексы всякие расположены, интересные. Красивенькие, здания свеженькие. А так даже и показывать нечего. Здесь течет река. Музынта. И расположены вот такие вот гостиницы. Это Рэдисон. Там есть караоке. Там вот еще дальше, видите, гостиница. Вообще, это все это гостиница. Все эти домики красивые. Это парковка многоэтажная. Река течет. Красивенько, в принципе. Посмотреть. Ну, здесь больше нужно фотографии делать, чем сниматься. Нет, там идет душа. Так что здесь мы будем по минимуму снимать, по максимуму фотографировать. Дашки зашли в Мак, купили два кофе. Потому что окочурились уже. Такой дубак тут. Это тебе не на море жить. Холодина тут. Тут горы везде вокруг. И очень холодно. Смотрите, здесь люди катаются вот на такой печи. Им там чай выдают. Сейчас водитель сядет, их сфотографирует, поедет. И эта штука будет кататься. Саня с печкой. Здесь очень много всяких таких вот кофе с собой. Вот такие вот стоят, как домики маленькие. Там продают кофе и всякие вкусности. Знаете, как курорт в Европе. Горнолыжный какой-то нам с Дашей напомнила. Здесь очень холодно. Мы прям уже замерзли. И идем до автобуса быстрее, быстрее, чтобы отогреться. А нам еще предстоит сегодня прогулка по Олимпийскому парку и поющие фонтаны. Ребята, у меня мурашки по коже. Как же это красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, вот этот отель «Богатырь», который издалека у нас видно, когда мы с Дашей ходим гулять вечером. Он меняет цвета. Смотрите, какой красивый. На улице резко похолодало, очень холодно стало. Смотрите, хоп, розовый цвет. Тут все такое красивое, все светится. Это классно. А вот тут, я не знаю, видно вам или нет, колесо обозрения. Вот видите, на котором мы днем катались. Мне кажется, с видом на вечерний город Сочи будет поинтереснее. Вот так прошел наш сегодняшний день. Экскурсия уже закончена. На улице стало очень холодно, завтра обещают дождь. И мы подумаем с Дашей на какую закрытую экскурсию нам завтра сходить. Чтобы было интересно, чтобы день у нас не пропадал, чтобы в номере не сидеть. Ну а вам всем желаю приятных снов, спокойной ночи. Всем пока-пока. Люблю вас безумно. Целую и очень по вам скучаю. Пока-пока.